как обычно у нас начинается работа в программе skyway вот поэтому прошу как видно как слышно традиционный вопрос так все отлично приветствую всех очень многих уже из вас знаю вот любовь хлебникова из междуреченска как всегда значит друзья мы с алексеем немножко меняем сейчас формат мы об этом говорили просто сейчас чтобы понимали как мы дальше будем двигаться и как мы дальше будем строить нашу работу но во всяком случае вот весь декабрь и наверно в январе мы будем быть таким образом мы с алексеем уже провели один вебинар в 12 часов мы делали рассылку и соответственно это для новичков потому что нам надо все так сеть вот мы сделали анализ прошлого вебинара и нам очень важно друзья чтобы те кто приходили в первый раз им сразу не били по голове шестым технологическим укладом сибирским холодом линейными городами скоростями доходностью дивидендами и люди просто в этой каше не могли разобраться и понять соответственно что происходит поэтому мы с как каким образом сейчас начнем делать работу у нас в 12 часов кстати друзья если у нас сейчас и на вебинаре есть кто-то из новичков то проголосуйте что вы пришли с вебинара для новичков или вы сегодня на вебинаре первый раз а вот один два два новичка у нас все-таки это и один человек пришел два пришли с вебинара для новичков но увидите значит система будет работать и мы ее подстраиваем таким образом что мы в 12 часов в среду до за час до вебинара который у нас идет традиционный для сибири и дальнего востока проводим презентацию для новичков мы с алексеем делаем вводную часть то есть это будет одно и то же ну естественно что мы это будем шлифовать и делать для того чтобы отработать идеальную форму презентации с точки зрения технологии экономики с точки зрения представления проекта естественно что мы рассчитываем на то что на этот вебинар будут приходить люди которые зарегистрировались или подключились к проекту прошли и прослушали подный курс который по вторникам ведет андрей и виктор либо по суббот либо в четверг и соответственно они уже приходят к тем кто знает что такое skyway во всяком случае может произнести такое словосочетание понимая что это не просто дорога в небе это определенная технология которая целью задачи решение определенных очень серьезных задач но но тем не менее если приходят люди которые первый раз то наша задача это отработать сделать и дать весь комплекс знаний для того чтобы именно информации для того чтобы человек дальше ориентировался дальше представлял и дальше для себя принимал решение идет он в проект становится он совладельцем технологии получает он интеллектуальную собственность и в подарок и за те инвестиции которые он делает принимает он для себя решение стать участником программы по выделению земли на дальнем востоке который запустил президент спутин и зачем ему это надо или соответственно он на это все смотрит со стороны естественно что мы на 90 процентов и по всем опросникам которые мы проводим эту ситуацию которую мы видим что естественно что люди понимают принимают то что мы говорим и то направление которое мы движемся и соответственно становится нашими союзниками очень редко когда люди говорят что мне это не интересно я вообще не хочу гектар земли не хочу подарки и не хочу и сегодня становиться совладельцем интеллектуальной собственности делайте что хотите вы занимаетесь полной ерундой вот таких очень мало хотя скептиков друзья конечно но теперь к вам просьба друзья что мы с вами работаем нас активная уже профессиональная команда и мы соответственно с вами как тот вебинар который мы сейчас проводим за исключением этих 10 человек которые зашли на вебинар первый раз для вас друзья мы сейчас презентацию проводить не будем посмотрите в записи буквально вебинар который прошел в 12 часов и сегодня 19 часов то есть за час до 20 часового вебинара мы также будем проводить презентацию для новичков для тех кто сегодня только подключился проект а для нас для тех кто в проекте друзья у меня очень серьезная просьба настоятельная просьба что друзья каждый из вас на следующий вебинар который будет сегодня в 20 часов по европейскому времени или следующую среду в 12 часов для сибири и дальнего востока друзья каждый из вас хотя бы по два новых представителя должен пригласить с аргументации что друзья придите вы услышите о проекте вы услышите аргументацию вы услышите почему вы должны получить гектар земли почему этот гектар будет золотой почему вам не надо бояться что падает цена на нефть почему вы можете стать очень обладателями серьезного семейного капитала который сегодня нарабатывается благодаря программе skyway и благодаря инвестиционным возможностям чтобы несется с собой земля на дальнем востоке а дальше и в сибири и соответственно друзья вы должны понять цену акций которые сегодня вам дают в подарок и которые вам сегодня именно за регистрацию потому что у нас каждая регистрация это определенное количество акций и соответственно те дисконты и те венчурные премии которые вы можете получать сегодня покупая инвестиционные пакеты и покупая соответственно инвестиционные пакеты которые предлагаются и skyway инвестгрупп поэтому друзья наша задача чтобы на этих вебинарах для новичков каждый каждую неделю было как минимум удвоение людей вот сейчас мы с алексеем провели первый вебинар было 54 человека вот ну это лиха беда начало ничего страшного вот но в следующий раз у нас просьба чтобы каждый из вас каждый кто активно работает в проекте приглашал по два человека и второй вопрос друзья это ну скажем так моя личная уже просьба алексей я думаю к ней присоединяться в какое время вебинар по новичкам для средств да вот это самое алексей отвечать тогда пиши что в 12 и в 19 да значит друзья и второй вопрос что мы хотели бы чтобы каждый из вас стал соучастником этого процесса то есть если вы видите что надо усилить какую-то вещь вы считали бы что надо сказать именно сделать акцент на такой определенной грани проекта или акцентировать на что-то внимание пишите на почту мне пишите на почту алексею пишите в skype мы обязательно это будем учитывать это делать наша задача чтобы эти вебинары эти презентации это работа чтобы мы их довели до идеальной формы для того чтобы было четко слажено конкретно со слайдами с аргументацией из демонстрации о том чтобы каждый человек который только погрузился только пришел чтобы получал всю информацию которая нужна поэтому так 100 человек не проголосовало но это друзья уже для все-таки эти опросники иди идет то это самое алексей скинь в чат тогда мою почту и свою почту и соответственно skype тоже и мой и свой то есть для того чтобы люди писали делали то есть мы с вами уже работаем как партнеры мы с вами работаем как одна команда поэтому это делать ну крайне необходимо и соответственно очень важно поэтому друзья мы такую работу запустили мы ее будем делать и я думаю что где-то к концу января у нас есть такое пожелание и такая цель и задача я думаю мы ее выполним мы сделаем такую идеальную форму или скажем идеальная в том смысле что она презентацию и вебинар который мы будем провести она будет нести в себе максимальную информацию информативность максимальную аргументированность и максимальную доказательную базу для того что мы любого человека который только вошел убедить показать и сделать своим приверженцем и дальше мы будем оформлять эти уже ну скажем так вебинары то есть мы выберем с вашей помощью самый аргументированный самый эффективный по значимости вебинар дальше мы его будем озвучивать на разные языки дальше мы будем работать с технической точки зрения чтобы их показывать уже как именно ролики для того чтобы можно было и рассылать и делать показать то есть это та работа которую мы с вами должны сделать и соответственно соответственно это должно быть всем нам в пользу поэтому прошу к этой работе подключиться прошу отнестись к ней очень серьезно и прям начиная вот с сегодняшнего дня вот вебинар будет на 19 часов для новичков соответственно приглашайте делайте вот на 20 часов это уже будет для ветеранов для тех кто в проекте тут здесь естественно что мы выстраиваем несколько другую логику вот я могу друзья сказать уже вот абсолютно по опыту по своей работе насколько тяжело работать с новичками я понимаю кто ведет постоянные презентации кто ведет постоянные доведение информации до новых людей потому что я вот честно могу сказать для себя что вот эти встречи с партнерами встречи с нашими друзьями с теми кто в проекте для меня уже стали не работой а стали несколько таким удовольствием стали отдыхом потому что поначалу когда несешь информацию незнакомую людям когда надо пробивать эту стену когда надо аргументировать показывать и постоянно отвечать на вопросы очень сложные каверзные часто скептические это определенные очень сложные работы я могу сказать что вот юницкий в этом 36 лет в таком периоде я вот последние 15 лет особенно когда мы начинали вот год назад полтора года назад а сейчас друзья я тоже вот алексею говорил что алексей мы с тобой перешли в несколько тепличные условия потому что к нам приходят люди которые уже верят в проект которые были на наших конференциях которые приходят подзарядиться информацией которые приходят пообщаться с единомышленниками которые хотят и дальше развивать и для нас эта работа превратилась уже ну несколько такую другой аспект который надо вести поэтому мы жестко разделили поставили сами себя в рамки новичков то есть работа с новичками это всегда самая сложная работа когда человек который ничего не слышал но считает что он самый умный раз второе который просто и скептица который видит в округе понимает что все рушится экономика находится в глубоком кризисе с буквы с большой буквы же что выходы которые сегодня предлагают один другого абсурднее и соответственно исходя из этого на фоне этого люди предлагают запускать масштабный проект они говорят о том что инновация спасет мир о том что скайвей это очень серьезная аргументированная работа и это друзья естественно вызывает очень много вопросов и противоречий поэтому мы с алексеем взяли на себя сегодня эту такую очень сложную роль для того чтобы вам облегчить работу чтобы вы не аргументировали не брали на себя вот этот сложный груз вот потому что все таки мы для этого тренированные мы для этого работаем мы для этого собственно специально и занимаемся постоянным оттачиванием своего там мастерства своей работы профессиональной аргументированности и так далее поэтому друзья приглашайте на эти вебинары новичков людей которым надо получить информацию которым надо из скептица перейти в категорию партнера поэтому друзья давайте вместе делать эту работу приглашайте делайте и второе еще раз оговорюсь еще раз это что мы рассчитываем на очень серьезную вашу помощь именно с точки зрения анализа что вы будете нам писать и говорить что друзья на этом надо акцентировать внимание это надо сказать вот с такой точке зрения для того чтобы люди услышали это и это таким образом мы будем прислушиваться делать потому что ваше мнение очень важное вы все работаете с людьми каждый из вас десятки и десятки раз доносил эту информацию каждый из вас постоянно смотрит в глаза человеку которому дает эти знания передает информацию поэтому от вас обратная реакция крайне нужна и соответственно соответственно мы рассчитываем что сделаем эту работу вместе поэтому в 19 часов давайте прям сегодняшнего дня начнем приглашайте новичков а так для сибири и дальнего востока в 12 часов в следующую среду мы ждем здесь вас потому что я думаю что каждому кто из как мы называем ветераны или уже почетные участники проекта вам все равно полезно прослушать презентацию от меня и от алексея потому что алексей ну я могу сказать растет не по дням а по часам с точки зрения профессионализма доведения информации я скоро вообще буду на него смотреть и учиться а часто мне будет иногда даже наверное стыдно вместе с ним выступать из-за того что он на голову выше меня ведет презентации но пока будем вести вместе друзья поэтому давайте отрабатывать делать смотреть вот а наши встречи которые идут в в 13 и в 20 мы их так и оставим для партнеров для те кому нужна информация именно через очки призмы skyway и здесь мы конечно будем постоянно с вами и анализировать и смотреть ситуацию что происходит и как раз с вами уже обсуждать и смотреть на геополитические вопросы на вопросы адресных проектов на то как как дальше двигаться и это все как раз друзья для тех кто уже в проекте они до тех кто только пришел открыл урод услышал о том что продажа холода это будет 3 ввп россии самая крупная компания евразии и сказал что это ребята ерунда я выключаю потому что этого быть не может как можно продавать сибирский холод а сибирский холод я сейчас уже это обращаюсь для тех кто в проекте начиная с нового года с января месяца мы запускаем в евразии по евразии адресный проект именно целевую программу и начинаем подписку уже на тех кто готов участвовать в проекте сибирский холод естественно это параллельно будет идти с линейным городом евразия потому что это две неразрывные составные части одного проекта это линейный город владивосток санкт-петербург через всю территорию евразийского континента соответственно с января эти целевые программы начинают работать и мы соответственно начинаем уже привлекать объяснять и доводить до вас дорогие друзья почему в этом интересно участвовать почему это будет очень интересный проект и почему сегодня мы вам рекомендуем именно инвестиционная группа рассмотреть для себя возможность участия в этом проекте и стать совладельцами этих проектов это друзья как раз с января начнется и еще одна очень такая важная вещь что мы с алексеем вводим еще одну форму нашей работы то есть мы вводим еще две группы обучающих инвестиционных пакетов вот один пакет это связанный с адресными проектами то есть друзья кто хочет заниматься адресными проектами кто хочет в своем регионе развивать кто хочет подключаться то в этом плане друзья необходимо пройти обучение и для этого необходимо приобрести обучающий пакет то есть это одно из наших таких требований потому что человек который не в проекте который сам не инвестировал который не привлекает людей друзья такие партнеры ну наверное пусть смотрят на наш проект со стороны нам нужны активные люди нам нужны люди которые сами инвестируют которые привлекают людей которые строят именно партнерские системы с точки зрения распространения информации потому что тот проект друзья который сейчас запускается тот который идет что даже за привлечение людей там денег не будет платиться но за привлечение новых участников вы будете получать акции и соответственно вы можете эти акции по партнерской программе передавать другим это друзья тоже очень важный такой момент поэтому сейчас мне много пишут особенно я переписываюсь там с пенсионерами с пожилыми людьми с людьми которые не обладают серьезными инвестиционными возможностями но болеют за проект и они говорят я готов помогать но у меня нет возможности сегодня инвестировать поэтому друзья вот для таких людей которые горят проектом которые действительно хотят менять и могут менять мир вот для них мы говорим друзья привлекайте новых людей на вебинары приводите их к нам с Алексеем приводите на тренинги Андрея с Виктором для того чтобы люди слушали и смотрели выбирайте кому вы считаете сами нужным чтобы люди получали информацию и люди которые будут зарегистрироваться хоть мало того что вы от этого будете получать бонус акциями за каждого привлеченного человека и соответственно эти люди будут так же становиться совладельцами интеллектуальной собственности это тоже проект и программа которая сейчас активно идет поэтому друзья для каждого сейчас кто может и хочет участвовать в проекте для него есть возможность для каждого и эти обучающие пакеты вот мы считаем что особенно те кто хочет развивать кто хочет получать информацию мы на этих обучающих вебинарах будем полностью раскладывать алгоритм как запускать проект какую надо вести переписку с чиновниками какую надо с министерствами и ведомствами региона какую надо договора для того чтобы привлекать проектировщиков и соответственно всех структур которые работают то есть это огромная работа мы ее сейчас шаг за шагом проделываем в нескольких регионах вот Алексей об этом тоже регулярно рассказывает в Челябинске для зарубежных наших партнеров Арманд сейчас идет таким путем в Ирландии и в Лондоне еще ряд наших партнеров сегодня активно работает вот у нас в Израиле в Тель-Авиве сейчас создается компания и активно начинает двигаться адресный проект наших так сказать еврейских товарищей вот поэтому эту информацию мы будем доводить мы будем вам показывать и друзья просто почему мы систематизируем эту работу потому что у меня каждый день десятки обращений вот я хочу сделать то расскажите мне или дайте мне договор или дайте мне тот покажите мне тот я сегодня иду к губернаторам помогите мне составить презентацию друзья мы не можем работать с каждым кто сегодня идет к мэру губернатору или хочет запустить проект их уже десятки и вот мы сейчас систематизируем создаем реестр адресных проектов их уже под сотню вот поэтому соответственно сколько стоит обучающий адресный проект ну друзья мы еще не устанавливали ну я думаю что там какая-то минимальная цена будет там тем более что друзья вы же понимаете что это для вас то и инвестиция то есть вы покупаете пакет это инвестиция в проект то есть вы также на него получаете акции просто тем самым вы даете четко для нас сигнал что вы хотите заниматься адресным проектом и вы покупаете именно этот инвестиционный пакет для того чтобы получить весь пакет документов для того чтобы двигаться двигаться в Распортсель. Так, купить можно, зарегистрировавшись в фонде. Ну, естественно, друзья, это продается, точнее, это именно обучающий инвестиционный пакет Skyway Invest Group. Это наша работа, и мы, соответственно, учим, как двигать адресный проект. Соответственно, всех, кто хочет... Арман сегодня... Нет, Арман сегодня выступать не будет, он у нас еще пока на заслуженном отдыхе, вот. А вот на следующей неделе обещался, что уже расскажет и доложит нам все. Поэтому, друзья, это тоже определяйте, кто хотел бы заниматься, подумайте, это не сегодняшнего дня или завтрашнего, это начнется с января, но такое представление, и эту работу мы сейчас систематизируем. И еще один обучающий пакет, который мы с Алексеем тоже будем ввести и запускать, и соответственно, это тоже будет наша такая работа, это все, что связано с макроэкономическим прогнозированием. То есть, где мы более расширенно будем показывать и рассказывать именно о шестых укладах и технологиях, которые входят в шестой технологический уклад, почему перспективы отличаются от пятого, и почему сегодня капитализация будет определенных проектов, и что вообще связано с макроэкономическим прогнозом, что такое сам макроэкономический прогноз, это моя такая научная тема, я занимаюсь макроэкономическим прогнозом 20 лет, и сегодня к моим прогнозам, я могу сказать, прислушиваются уже не только очень много количества молодых чиновников, которые выросли на лекциях, то есть я могу сказать, те люди, которым я 10-15 лет назад читал лекции по макропрогнозу, сегодня занимают должность уже в администрации президента, заместители министров, вице-губернаторы, вот, один уже губернатор, тот, который очень хорошо, и тот, который от меня получал большое количество информации, поэтому я могу сказать, что в макропрогнозе, особенно те, кто слушает наши вебинары уже второй год, то есть помните, когда мы давали прогнозы и по ценам на нефть, и по соотношению рубль-доллар, и по мировому развитию экономики, еще по многим процессам, то сейчас, к большому моему сожалению, очень большая часть прогнозов, которые мы делали, исходя из анализа, они сегодня, соответственно, осуществляются, и это та действительность, которая идет. И, исходя из этого, друзья, очень сегодня важно понимать, это то, о чем то же самое мы будем говорить на наших вебинарах, и мы будем говорить на наших обучающих программах, это о том, что нас ждет впереди, потому что прогноз – это прежде всего то, что мы должны представлять, что нас ждет, а не то, что был анализ, какой бы он радужный или глубокий не был, соответственно, самое важное – это четко понимать представление о том, что нас ждет. И вся вообще логика и профессионализм управления заключается в том, что надо представлять то, что было пройдено, анализировать и четко строить прогноз то, что будет впереди. Без анализа никакой прогноз выстраивать нельзя. И здесь, друзья, как раз меня много упрекают, тоже там, вон, Люба Хлебникова даже мне как-то звонила и предостерегала, что я в сторону нашего премьер-министра высказываю очень много нелестных слов. Так вот, друзья, я всегда говорю, что то, что я говорю, то, что я анализирую и моя оценка сегодняшнему правительству – это непрофессионализм. Это люди, которые занимаются, не понимая чем. А люди, которые непрофессионально делают свою работу, они опасны. Особенно с точки зрения управления, особенно с точки зрения государственной политики. Потому что люди, которые говорят, что инновации, но при этом понятия не имеют, что такое инновация, когда Медведев, показывая телефон, как он, йотафон, который они сделали и заказали, его изготовили в Малайзии, называет это инновацией, но это, друзья, или купленная технология у немецкого Сименса, Сапсан, говорит, что это инновации в железнодорожном транспорте, это, друзья, показывает полное дилетантство, полное отсутствие профессионального анализа, полное отсутствие способности руководить тех людей, которые сегодня это произносят. Когда сегодня министр туризма Российской Федерации заявляет о том, что деньги, которые вывозят туристы за границу, это вывоз капитала, понимаете, друзья, я когда это слышу, мне с точки зрения экономики просто смешно, но я понимаю, что он туризмом занимается, а не экономикой, но все-таки человек, который возглавляет комитет государственный по туризму, то есть фактически министерство, он своими мозгами мог бы понимать, что люди, которые туристы вывозят деньги за границу, это деньги, которые заработаны здесь, это с них уплаченные налоги, это уже ВВП, который создан, и это личное потребление. Это все равно, что утверждать, друзья, что я сегодня ездю на автомобиле Toyota Camry, я инвестирую в технопром Японии, при этом государство наше с этого снимает половину налогов, при этом дилеры получают прибыль, да, завод Toyota получает прибыль, но, друзья, так как в России нет аналога Toyota, то я как потребитель имею право купить другого производителя, но за счет налогов, за счет пошлин государство с этой имело довольно-таки достаточное количество денег. Так вот, точно так же с туристами, представляете, министр туризма утверждает, что туристы вывозят, пускай они отдыхают на Черноморском побережье, будет полезнее, так сказать, это. Здесь у меня никаких возражений по поводу Черноморского побережья нет, но тут у меня сразу второй вопрос. Вы создайте условия, вы создайте комфортность, вы создайте конкуренцию для того, чтобы... И люди сами туда поедут, люди едут соответственно отдыхать не потому, что им хочется выехать в Турцию или в Египет, а потому что там, друзья, элементарно лучше. Соответственно, я езжу на Toyota Camry не из-за того, что я патриот Японии и хочу себе сделать узкие глаза и, соответственно, не хочу ездить на машине Lada, а просто друзья, потому что Toyota Camry несопоставимы по качеству с Lada, которые выпускают. Кстати, конвейер Lada на прошлой неделе на три месяца опять остановили. То есть они даже не могут продать машин, которые они произвели. Поэтому, друзья, такого рода правительство, то есть когда министр экономики Улюкая заявляет о том, что сегодня возможности выйти из того кризиса даже не предвидится и что нас ожидают только сложные времена, я могу сказать, да, друзья, с таким управлением нас ожидают очень сложные времена. Потому что люди, которые не понимают, что они делают, не понимают, как из этого выходить, я не представляю, куда они могут привести. Помните, как в одной очень умной книге написано, когда слепой ведет слепого или слепой ведет слепых. Так это вот точно самое про наше правительство. И когда я это говорю, друзья, я это говорю абсолютно осознанно, а не с эмоциональной точки зрения, когда я анализирую деятельность Аркадия Дворковича, как вице-премьера, курирующая транспорт, который составлял программу развития транспортной отрасли до 30-го года, я могу сказать, что эту программу развития без слез читать невозможно. Потому что они не понимают, что такое Skyway, они не понимают, что такое Transnet, они не понимают, как осваивать новые месторождения, но при этом они пишут концепцию развития еще на 15 лет вперед. Понимаете, друзья. Поэтому я единственное, за что этому правительству благодарен, что они поддержали, но опять же, это прямое указание президента Путина, попробовали бы они его не поддержать. Это закон о земле, о том, что выделение с 1 января на Дальнем Востоке гектару на человека, соответственно, на каждого члена семьи прямого родственника, кто есть, значит, вы можете заявиться несколько, а если это совершеннолетний, то каждый имеет самостоятельно заявиться и получить эту землю. Поэтому, друзья, плавно перейдем еще раз на этот гектар земли. Мы об этом будем говорить много, мы об этом будем говорить подробно, мы об этом будем говорить очень с разных аспектов, для того, чтобы вы четко понимали и представляли, что это такое. Потому что такие возможности, здесь, друзья, я буду говорить уже языком наших же лендингов, такие возможности даются раз в 100 лет. А вообще, если говорить о истории России, ну ты, начиная, наверное, с крещения Руси 1998-го, соответственно, Русь, если как государство образовалось где-то в 7-8 веке, да, если кто из историков может меня поправить, то есть реально за 1300 лет, за всю историю существования российского государства или Руси, такая программа начинается третий раз. То есть, в принципе, можно сказать, что раз в 400 лет у нас такие программы проходят. Но одна, как вы помните, это Юрий Долгорукий, который раздавал, а до этого еще князь Владимир раздавал землю, когда строил Киевскую усть, а Юрий Долгорукий перенял, когда строил Москву, то есть, когда давали по 5 гектар на семью и освобождали на 5 лет от княжеского оброка. Дальше такая программа была Столыпиным, когда он осваивал, соответственно, Сибирь и 5 миллионов семей переехала в Сибирь и при этом еще через Кооперационный банк России, самый крупный банк на тот момент в Европе, финансировалась эта система и, я говорю, 5 миллионов семей получили субсидии через этот банк. И сегодня третий раз в истории России, российского государства, права государства принимают решение использовать землю как инвестиционный ресурс для развития территории. Соответственно, тот закон, который сейчас принимает, он дает однозначно, без всякой трактовки, любой гражданин Российской Федерации может заявиться и получить землю на Дальнем Востоке. В закон заложили только Дальний Восток, но мы ведем переговоры законодательные, в частности, с командой Жириновского, там с командой, которая находится вокруг Единой России, руководства, они все убеждены, что как только этот закон начнет работать, дальше они распространят это сначала на Восточную Сибирь, а потом и на Западную Сибирь. Дальше у них пока, соответственно, мышления и перспектив не хватает, но я думаю, что мы сможем, я думаю, со временем, в течение года-двух распространить это еще и на Уральскую территорию, потому что Урал, Сибирь и Дальний Восток, но фактически это две трети территории России и наиболее сегодня не заселенные, то есть это пустые территории. Так вот, друзья, если эту программу не рассматривать в связке со Skyway, то я считаю, это авантюра, особенно без кредитования, без дополнительных ресурсов, это пустое действие, но в данный момент сложилось несколько факторов, которые делают эту программу, эту просто бесценной. Бесценной в прямом смысле слова, потому что в деньгах это оценить сегодня невозможно. Это то, что Путин как президент, как руководитель государства понимает, что надо стимулировать развитие территории для того, чтобы отдать каждому желающему, кто может ее развивать, но при этом я когда разговариваю с сотрудниками министерства по Дальнему Востоку с администрацией президента, они понимают, что это кто-то должен взять гектар земли в 20 километрах от Благовещенска и таким образом там начинать какой-то бизнес. А в нашем понимании, друзья, проект Skyway, струнных технологий, который позволяет новым концептуальным образом осваивать новые территории, мы, друзья, с вами станем обладателями земли, а я сейчас всех родственников, всех своих собираю и у нас на семью будет больше 15 гектар земли. И я могу сказать, что это довольно-таки существенный капитал, что по моим оценкам это будет самая дорогая земля на Евразийском континенте. А теперь я вам задам такой вопрос. Друзья, вы знаете, сколько вообще земли на Евразийском континенте? Сколько гектар? Вот. Так вот сразу отвечу, что только в России более триллиона гектар земли. Более триллиона гектар. А жителей у нас всего 120 миллионов. То есть получается практически по тысяче гектар можно выдать сегодня на каждого жителя России и в принципе еще останется. А на всем Евразийском континенте более двух с половиной, ну где-то около двух триллионов гектар земли. Так вот, друзья, если сегодня мы возьмем землю, которую нам дают и каждый житель получит по одному гектару, соответственно, это будет не более трех процентов земли, которая сегодня не освоена. Так вот, вы понимаете, что ценностью обладать будет только эта земля. Соответственно, вся остальная земля ценности там, где не пройдет дорога Skyway, эта земля будет как стоила ноль сегодня, так она и будет стоить ноль. Ну, за исключением, если там нет, допустим, тамторского месторождения или попегайского месторождения пактных алмазов. Ну, таких месторождений тоже один-два на всей земле. Поэтому я думаю, что вряд ли, тем более по закону запрещено получать землю, на которой находится месторождение. Так вот, друзья, сегодня совпадают два фактора. Первое, что инженер Юницкий, который 40 лет разрабатывает технологию и благодаря нашим с вами усилиям, то есть краудинвестинга, эта технология готовится к демонстрации, к выходу на рынок. И второе, что у руководства страны, у президента Путина возникло четкое убеждение, что этот ресурс, землю надо использовать именно как инвестиции для развития и запуска активной экономической жизни в регионе. Соответственно, исходя из этого, объединив и только благодаря объединению этих программ, друзья, вот это вы должны понимать абсолютно четко, только благодаря объединению этих программ получилась та синергия и то, что эта земля действительно становится золотой. И соответственно, тот, кто, мы это организационно делаем таким образом, что вы, зайдя в наше потребительское общество Евразия, целью, задачу которой это строительство линейного города Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург, извините, Санкт-Петербург-Владивосток, то есть, ну, через Москву, просто чуть дальше до Владивостока. Соответственно, эта земля, которую вы будете брать в собственность, сначала в аренду, а потом в собственность у государства, то вдоль этой земли как раз и будет проходить та трасса, которая будет развивать всю евразийскую территорию и все евразийское пространство. Соответственно, там будет развиваться проект «Сибирский холод», то есть транспортировка воды. Это крайне высокоэффективный бизнес. Вот мы сейчас с Алексеем начинаем считать первые бизнес-планы и первый расчет именно в цифрах. Мы обязательно вам будем это показывать. Это мы готовим для вебинаров, для чиновников, для того аргументированного доказательного диалога, который будет показывать о том, что мы будем делать. Я могу сказать, друзья, у нас у самих с Алексеем волосы шевелятся, так сказать, это от тех масштабов и от тех цифр прибыли, которые возникают в этих компаниях. Поэтому, друзья, мы вам все это будем рассказывать, делать, но я могу сказать, что по доходности и по эффективности такого бизнеса еще не существовало. И мы вам предлагаем войти в этот бизнес, мы вам предлагаем стать совладельцами интеллектуальной собственности, гектара земли, через который пойдет, и плюс к этому еще и стать совладельцем технологии. Но если я могу сказать, если вы спросите меня, друзья, были ли в истории такие факторы, которые сходились одновременно в одном месте, я могу сказать, друзья, пока нет. Скорее всего и уже не будет, потому что такого рода технология, такого рода обстоятельства бывают очень редко. Ну вот, друзья, поэтому основных четыре направления, которые мы сейчас будем вам доводить, делать и каждый раз обращать ваше внимание. Гектар земли доводите, доносите и показывайте, аргументируйте, что сегодня участие в этом программе. Это самое эффективное и самое интересное, что будет давать наша программа. Второе, это стать совладельцем технологий, интеллектуальной собственности, которая сегодня идет. При регистрации новых членов, при покупке пакетов, при дисконтах, которые есть, то есть то, что вы сегодня можете приобрести. Это тоже уникальные возможности, уникальные моменты, которые есть. Третье, это адресные проекты, которые сегодня запускаются в каждом регионе, в каждом городе. Вы можете стать инициаторами, участниками, инвесторами, лоббистами. То есть тут огромное количество людей, которые соответственно могут участвовать в этом проекте. Это тоже очень важный и аргумент, и то, что важно сегодня происходит. Ну и на чем бы я хотел закончить свою вот эту часть и передать слово Алексею, потому что я на вебинаре на 12 часов Алексея послушал с таким удовольствием, я говорю, что скоро мне будет уже рядом с ним нечего делать, так сказать, на вебинарах. Так вот, друзья, это экономическая ситуация, то есть мы об этом говорили, вы понимаете, что пошел очередной виток вот этого социальной спирали, которая скручивается, то есть нефть подошла вплотную к 40 долларам. На следующей неделе она перешагнет, грань 40 долларов пойдет ниже после Нового года, после запуска иранской нефти. Скорее всего будет планка 32-35. Это крайне тяжелая ситуация для российской экономики, для казахской экономики, для белорусской экономики это практически смерть. Для Украины для них уже ничего не страшно, потому что они и так уже живут за дефолтом. Но для всего евразийского пространства, друзья, начинаются очень серьезные, очень такие сложные времена, тем более, что внешние факторы, наши внешние враги постоянно сегодня вводят, и вы видите, что эскалация постоянно напрягается и напрягается, война уже, вот она стучится в наши двери, то есть когда сбивают наши самолеты, взрывают пассажирские лайнеры, провокации на границах, то есть вы видите, что идет все к тому, что нас втягивает все более и более жесткое противостояние. И я думаю, что мудрости руководства, там, министру иностранных дел, министру обороны, президенту страны хватит для того, чтобы делать, ну, мудрые шаги. Мы сейчас пока видим, что во внешней политике, конечно, выше всяких похвал наше руководство в этих сложнейших условиях что-то делает. А мы, друзья, с вами готовим сейчас то, чем мы должны поддержать, что мы должны делать внутри, то есть экономическую программу, которая должна прийти на смену вот этой бездарной видимости управления, бездарной видимости инноваций, которые сегодня демонстрирует сегодняшнее правительство. И я думаю, что не так много ему осталось, то есть адекватное правительство скоро придет, которое будет делать. Так вот, наша задача сейчас, друзья, чтобы это правительство, которое придет, это правительство, которое начнет реально заниматься модернизацией страны, чтобы оно понимало, что такое Skyway, что такое струнные технологии, что Дальний Восток можно осваивать только благодаря новым коммуникационным системам, что новые месторождения можно развивать и осваивать только благодаря технологии Транснета и Skyway. И, друзья, я могу сказать, что здесь у нас с вами единственный шанс – это стать очень серьезной силой. То есть мы планируем, что к середине следующего года мы перешагнем планку миллион участников и, соответственно, с этого момента мы будем уже показывать, рассказывать. А что самое главное, друзья, реализовывать те адресные проекты, которые начнут менять, начнут показывать, начнут приносить дивиденды нам с вами, начнут приносить дивиденды страны и, соответственно, благодаря этому будет очень серьезно меняться ситуация. Друзья, я в конце еще два слова скажу, подводя итоги. А сейчас я передаю слово Алексею Суходоеву. Алексей, тебе слово. Минута, я. Так, звук, звук, звук. Алексей, не слышно. Звук. Алексей, звук. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, звука нет у тебя? Давай там или перезагрузись, или это самое, что-то у тебя сбоит, так сказать. Так, друзья, так я посмотрел по цифрам. Так, 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 Петр пишет. Значит, у нас, да, 17 миллионов 126 тысяч квадратных километров, это точно. А в одном квадратном километре у нас сколько получается тысячи гектаров? То есть он не полтора триллиона, а полтора миллиарда, да? То есть, так, откуда это самое? Да, то есть у нас полтора миллиарда, да, гектар. Да-да-да, согласен, на это самое. Так, Алексей никак у нас войти не может. Так, тут меня спрашивают, Сергей Анатольевич, это правда, что вы едете в Самару? Да, обсуждается сейчас вопрос. Сергей Феофанов попросил, там готовится встреча с мэром и с губернатором по именно адресному проекту, и он попросил, чтобы я в этой встрече по участию с точки зрения поддержать Сергея. Поэтому, если действительно подтвердится, что встреча с губернатором и с мэром Самары будет, и, соответственно, с министром транспорта, то я поеду в Самару для того, чтобы просто поддержать этот адресный проект, для того, чтобы просто помочь в презентации. Вот, так что... Так, значит, еще тут вопрос по... задавали вопрос по... если зарегистрированы в компании и в СВИГе. Дело в том, что, друзья, по регистрации на гектар земли, там вообще напрямую надо будет регистрироваться в правительстве. Мы делали специальный кабинет в ПО Евразия, для того, чтобы вы могли туда зайти и получить консультацию, где вам получить координаты земли. И через именно это ПО вы будете получать координаты, которые мы будем вам рекомендовать попросить у правительства. Потому что по закону правительство дает гектар земли гражданину каждому. То есть вы каждый будете получать. И никакой платы... Вот тут пытаются связать, что за того, чтобы получить, надо стать покупайщиком, заплатить по поевой взносу. Нет, друзья. Зарегистрироваться и получить координаты, и получить землю, это абсолютно бесплатно. Никакой ни платы, ни тем более по его взносу за это делать, за это получать, за это платить не надо. Поевой взнос платится только в том случае, если вы хотите стать членом потребительского общества. Потому что по закону членом потребительского общества может быть человек, выполняющий два условия. Первое. Поддерживающий устав, где прописаны цели и задачи потребительского общества. И второе. Это уплатившие членские взносы. Это так же, как в профсоюзе. Если вы не выполняете из одной этих условий, то вы не можете быть членом потребительского общества. Соответственно, потребительское общество берет на себя ряд функций, которые намного расширяют возможности, то есть пайщиков. В том числе и через потребительское общество мы прорабатываем вопрос, связанный с выделением земли не только гражданам России, а тот, кто стал членом потребительского общества, не будучи гражданином. И второе. Это участие в целевых программах, которые будут развивать те или иные территории. Так, Алексей, у тебя доработали? Раз, раз, раз. О, отлично. Все, Алексей, передаю тебе слово. Да, друзья, прошу прощения. Ну, собственно, Сергей Анатольевич, благодарю за такие вот очень приятные слова. Друзья, я могу сказать, что обязательно ищите наставника себе в Skyway, несмотря на то, что спонсор у меня, собственно, человек, который, ну и Сергей не даст мне соврать, не занимался Skyway более года потом, я его снова ввел в Skyway, можно сказать. И Сергей Анатольевич это мастер, наставник, гуру, сенсей и так далее. Вот когда-то прочитал книгу «Богатый папа, бедный папа», то есть Роберта Киасаки. Ну, могу сказать, что что-то в этом роде можно привести сравнение и встречу с Сергеем Анатольевичем. То есть очень рад и счастлив. Друзья, ну, буквально вкратце по поводу тех новостей, по поводу тех телодвижений, которые сейчас делаются по адресным проектам, на самом деле развивается все очень бурно, то есть я отмечу несколько, так скажем, вех, то есть мы действительно начали с Сергеем Анатольевичем просчитывать вот сегодня буквально в реальном времени уже с калькулятором, с листочком, с бумажкой просчитывать конкретные бизнес-планы конкретных адресных проектов. И что я могу сказать, что на самом деле вот те адресные проекты, которые мы реализуем уже, почему реализуем уже, все нужно говорить в настоящем времени. И Терко Лондон, Санкт-Петербург-Ладивосток, различные проекты крупные, как Тамторское месторождение, продажа русского холода, то есть это пищевой лед, все эти проекты на самом деле уже по нашей концепции реальный. То есть когда будет построен первый транспорт, то есть начнется это, ну не так долго осталось ждать, и соответственно после этого мы начнем уже не просто инициировать, мы начнем уже строить, а вначале мы можем начать инициировать эти адресные проекты, то есть организовывать целевые программы, потому что действительно мы считали проекты «Русский холод» это сотни миллиардов долларов, то есть может быть и до триллионов дойдем, то есть сейчас пока это сотни миллиардов долларов, но собственно это те бизнесы, которых на сегодняшний день нет, то есть невозможно сравнивать с «Газпромом» и так далее. И как раз таки я рекомендую людям рассказывать как о глобальных проектов, так и о мелких проектах, которые мы сегодня делаем и по которым мы действуем. То есть это Терка Лондон, это Санкт-Петербург-Ладивосток, то есть это продажа русского холода, это освоение Томторского месторождения, освоение Попегайского месторождения, это другие озера тоже, которые находятся в замерзшем состоянии. Друзья, на самом деле вот то, что сейчас происходит на строительной площадке, не может не радовать, то есть очень много невидимой работы происходит и абсолютно так же невидимая работа происходит по адресным проектам. Ну так скажем, приоткрою завесу тайну по направлению, которое веду я, Владимир и Евгения Баклунины, ну собственно сетью будет заниматься Григорий Михайлович Мирошниченко, несмотря на то, что, ну собственно, Skyway Invest Group сейчас не особо активно развивается, но, как говорится, Transnet Group и все адресные проекты они объединяют и вообще, как бы, у нас разъединения в принципе нет. И, собственно, по Челябинску могу сказать, что вот уже служебная записка на топовое совещание, она подготовлена 10-11, может быть, даже на этой неделе получилось бы. 10-11 меня не будет в городе, то есть я буду в Москве об этом чуть позже, я не буду говорить, что там за события, но поверьте мне, это даст еще один мощный информационный повод рассказать о нашем проекте. Опять же, мы просились, нас пригласили, нас пригласили на очень-очень выгодных условиях. То есть, ну примерно так, если сравнивать, что это как в Челябинске, вот, за два вебинара 10 тысяч, ой, за две конференции, за два форума это 10 тысяч рублей, то, соответственно, по московским ценам, ну примерно, сами прикиньте. И, соответственно, по Казани очень активно началось развитие, как по стратегии ледокол, так скажем, так и по стратегии адресного проекта. То есть, сейчас там прорабатывается уже вопрос именно посещения администрации, общения с чиновниками. И, друзья, могу вас поздравить, нас всех поздравить с тем, что мы с Сергеем Анатольевичем, похоже, написали беспроигрышную записку. То есть, это не то, что записка, это письмо официальное. Оно подойдет и мэру, и губернатору, и в министерство ваше областное. И, соответственно, оно действительно работает. То есть, мы уже обкатали на Украине. Это действительно вот тот момент, который мы обещали, и он свершился, так скажем. То есть, уже Юрий Гречко обкатал, так скажем, эту схему. То есть, для тех людей, которые уже и вплотную работали с нами по адресным проектам, мы, ну, не дожидаясь обучения по ОИП-адресным, сделали данный алгоритм возможным к восприятию. Но, соответственно, сейчас для всех мы готовы по ОИП-адресным. Это не то, что ОИП-адресные, вы не будете получать обязательства компании SkyWay. Вы также будете получать обязательства, которые в будущем станут акциями при капитализации, выходе на прибыли группы компании SkyWay. И это, можно сказать, убивать одним выстрелом двух, а то и трех зайцев. То есть, вы получите очень мощные знания по адресным проектам. То есть, весь наш опыт. Может быть, он по сравнению нас с будущими, то есть, допустим, через год даже. Это незначительный опыт, потому что мы сами растем каждый день. Но мы собираемся и имеем намерение, желание передавать этот опыт, потому что это действительно работает и действительно выстраивается идеальное общение, идеальное взаимодействие с чиновниками, с различными аппаратами. Выстраиваются первичные, какое необходимо именно обеспечить знакомство и принятие нашей концепции, нашей технологии. И, соответственно, этому мы будем обучать. Что касается Ирландии, по адресовому проекту это более так вот обширно расскажет Арман. Сейчас он в отпуске в Таиланде. Но, собственно, находясь в отпуске даже, Арман сегодня мне написал, что он подключил китайца. То есть, вчера они пообщались, познакомились и сегодня он зарегистрировался. То есть, давайте плюсики поставим, действительно, поаплодируем этому факту. У нас китайцы уже пошли в сети. И тут единственный вопрос всплывает, как пройти верификацию? Как китайцу пройти верификацию? Но, естественно, когда пойдет сеть, мы будем все это создавать и именно адаптировать под китайский, в том числе, язык. Но, как пойдет сеть, будем этим заниматься. То есть, по адресным проектам работа идет очень, так скажем, бурно, очень горячо. И я хотел бы вам донести одну мысль, что нет вообще вот у нас, как людей, которые, несмотря на то, что не интересуются на сегодняшний день технологии, а может быть, просто не разобрались технологии и, соответственно, не инвестируют в данное направление. Они все равно нам интересны и все равно SkyWay нужен, не то что нужен, на борт экономического народного ковчега, на борт нового, так скажем, космического корабля, который будет бороздить просторы будущей эпохи именно космического корабля, нового технологического уклада. SkyWay готов принять абсолютно любого и каждого. Единственное, каюты останутся поменьше, потеснее, когда это будут адресные проекты, когда будет закрыт вход в корневую компанию. Да, естественно, условия будут чуть-чуть похуже, чуть-чуть похуже, то есть не будет уже разговора в тысячах, десятках, тысяч потенциальных процентов именно получения прибыли при капитализации и при развитии компании направлений в том темпе и в той скорости на сегодняшний день, в которой развивается все. Это будет немного меньше капитализация, но также очень приятно и уже максимально, что многие ожидают именно крупные игроки без рисков. И, друзья, я хотел бы обратить внимание всех старичков, так скажем, новых наших участников, что до 17 декабря обязательно вот кто еще не рассказал, обязательно расскажите об этой возможности, потому что вот я на вебинаре для новичков говорил, я вот сегодня осознал, если бы была возможность вообще приобретать с фиксацией дисконта, я бы с удовольствием и на 20 месяцев фиксацию запустил бы, естественно рассчитал бы, то есть допустим 500 долларов, 200 долларов кто-то, кто-то 100 долларов, кто-то 10 долларов, но я бы эту фиксацию предусмотрел даже на 20 месяцев, потому что фиксация дисконта дорогого стоит. То есть представьте, если в будущем будет дисконт, это, соответственно, ваша венчурная премия за участие в проекте, во сколько раз будут акции увеличены и при капитализации один к одному, так скажем. По нашим ощущениям, что это будет уже в 2017 году больше, чем один к одному. То есть одна акция будет стоить больше, чем один доллар. То есть это ощущение естественно не теоретически, но поверьте мне при тех расчетах, которые мы вам будем обязательно показывать на вот этих расширенных вебинарах. Вы будете прочувствовать с нами эти цифры, эти расчеты, этот бизнес-план. Потом, естественно, мы будем уже в стандартный европеизированный вид приводить эти бизнес-планы из расчетов на бумажках, в Excel, на листочке и, соответственно, рассчитывать срок окупаемости ROI, так называемый, и по всем показателям, как это вводится в международных стандартах и в российских стандартах, в странных СНГ стандартах, будем представлять бизнес-планы. Потому что адресные проекты, как и сама технология, нужны не 90% населения земного шара, а 99% населения. И, друзья, также как и для новичков, так и для старичков, вот именно возможность для тех, кто регулярно посещает технико-экономические вебинары, мы готовы представить именно возможность приобретения пакета на условии более выгодном на процентов только для участников, которые посещают технико-экономические вебинары, как для новичков, так и расширенные. За счет чего получается вот эти 30%? То есть всегда говорим открыто, честно, во всех проектах, во всех бизнесах, я лично, в которых я участвовал, я всегда раскрываю все свои подводные камни и все подводные камни проекта, так скажем, в котором я участвую. Здесь же подводный камень его не назовешь, так скажем, камнем. То есть это, наоборот, очень такая приятная особенность, приятный нюанс. И вот эти 30% они появились за счет оптимизации фонда. То есть изначально планировалось при формировании дисконта и такие же резервы появились и в головной компании, которые, естественно, Анатолий Эдуардович платит и конструкторам и так далее. То есть приведу в пример историю Сергея Брина из Google, именно основателя Google, который платил своей массажистке акциями и, соответственно, сколько они на сегодняшний день стоят. И вот этот резервный фонд Андрей Федорович Хавратов в лице Skyway Invest Group дарит тем людям, которые активную позицию проявляют именно глубокому изучению проекта. На наших вебинарах вы как раз-таки глубоко уже погружаетесь в проект. Кто общается, допустим, со мной, Сергей Анатольевичем, говорит с Армандом. Говорят, что вы действительно живете этим проектом. То есть вы уже мыслите себя не в настоящем, вы в настоящем себя видите уже в будущем. То есть вы едете вот на этом юнибайке, юнибусе. Вы видите, как уже работает проект по тамторскому месторождению. Вы видите, как уже возят по скоростной трассе лед пищевой. Как покупает это Китай, как покупает это Америка, Австралия, Африка. И вы в этом живете. Соответственно, друзья, мы с удовольствием и с огромным счастьем имеем намерение, желание, возможность и, соответственно, дарим вот эти вот знания вам. И Андрей Федорович Ховратов, в свою очередь, дарит для тех людей, которые инвестировали ОИП 1.3, то есть приобрели обучающие институционные программы, дарит два очень мощных тренинга. И по своему примеру я могу сказать, то есть вообще это огромная школа жизни. Один год считается за 10 лет именно Skyway, именно Skyway Invest Group. И когда-то, когда-то, когда я был на первой конференции, я задавал вопрос. Я задавал вопрос в микрофон. Я смотрел зала на Сергея Анатольевича Сибирякова, на Сергея Семенова еще в тот момент, на Виктора Бабурина, с которым мы сейчас общаемся буквально по вайберу, находимся в приятельских, дружеских отношениях. Я просто начал следовать рекомендациям Андрея Федоровича Ховратова. Я начал себе ставить цели. Я начал себе ставить жесткий график. Я начал визуализировать. Ну, сейчас это у меня на такую более серьезную платформу перешло. Вот, собственно, благодаря Сергею Анатольевичу тоже. И родители очень давно меня к этому сподвигали. То есть, это именно такая вот русская культура, православие и так далее. И, друзья, вот это все работает. То есть, вот посмотрите просто вот эти два супертренинга и действительно жизнь начнет меняться. Я не говорю про медитации «Денежный магнит». То есть, я смотрю их действительно, но тоже не буду врать, что каждый день. Но у меня есть такая вот как бы техника в спортзале. Раньше ее применял. Я видел по результатам работы своей в Skyway, в своем агентстве и так далее, что это действительно все работает. Действительно, все, что дает Андрей Федорович Хавратов, вот эти вот утверждения, аффирмации, молитвы, как угодно их можете называть, достижение, постановка целей, как любую мечту сделать реальностью. Действительно, каждая мечта может стать реальностью. И, собственно, мечты сбываются вместе не только с Газпромом, но и со Skyway, со Skyway Invest Group. Благодарю за внимание. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, ждем всех новичков 19 часов. Мы работаем в таком стахановском режиме. Ну, а как по-другому, мы строим бам нового тысячелетия. Благодарю. Всем пока. Спасибо. Вот. А мы сейчас, друзья, я говорю, Алексею все слушаю с большим и большим удовольствием. Растет молодежь, что ты ничего не скажешь. Вот. И сейчас... Так. Секундочку. Я просто... Друзья, у нас сегодня новый формат работы. И, кстати, имейте в виду, мы сейчас параллельно с Алексеем ведем трансляцию в Твиттере. Через Перископ. Поэтому имейте в виду, что... Становите себе, кто еще не знает, что такое приложение Перископ. Вот. Войдите в Твиттер. И как раз там все наши вебинары будут вести... Все будут вести параллельно там. И вот я сейчас тоже смотрю, у нас там чат. Вот. И очень многие люди, вот, просто абсолютно, вот, которые не знакомы, ничего. Вот сейчас вот там несколько человек, которые просто вошли, смотрят, и это идет работа. Поэтому тоже имейте это в виду, что через Перископ, через Твиттер тоже можно смотреть наши с Алексеем встречи вебинары. Вот. Теперь, друзья, вот тут задают вопросы по покупать акции в головной или покупать акции в свиге. То есть это, друзья, спекуляция. Вы, наверное, заметили, что акции, которые шли там и с дисконтами 1 к 600 и еще, так сказать, они все шли во всех фондах, потому что все равны. И второй вопрос, что те обязательства, которые сегодня вы приобретаете и получаете с помощью АИПов, то есть вы получаете образовательные пакеты и соответственные акции, они все с периодичностью раз в 2-3 месяца будут переходить в головную компанию. Поэтому точка входа, по сути дела, разницы нет через какую вы делаете. Просто везде есть некая своя специфика. И мы сегодня именно в Skyway Invest Group, как вы понимаете, что мы не просто так делаем и ведем свою работу именно по привлечению и продаже акций или продаже обязательств Rail Skyway, а мы ведем образовательную работу. Мы проводим огромное количество работы, которая сегодня вам нужна для того, чтобы понимать. То есть и вебинары, и конференции, и тренинги, которые есть, каждому свое что-то востребовано, очень важное. Мы объединяем сейчас направление, видите, вон Transnet Group написано, мы объединяем мир. Это сегодня наш девиз как директоров. Мы добавляем сюда еще элемент синергии, то есть мы добавляем проект адресных проектов, который сегодня дает дополнительное и аргументацию для чиновников, и аргументацию в каждом городе. И просто интерес по адресному проекту в конкретном регионе, он дает дополнительное стимулирование для того, чтобы люди интересовались Skyway. Ну и еще основной, конечно, вопрос, это то, что мы сегодня объединяем возможности президентской программы подброса земли, программы привлечения, стимулирования регистрации людей, которые ведет Анатолий Давыдович Юницкий, именно как людей, которые должны стать совладельцами технологии, и он стимулирует таким образом через привлечение новых людей. И мы через образовательные пакеты и образовательные программы, это все друзья, что направлено в решение одной задачи. И здесь делить что-либо, а тем более противопоставлять, а тем более конкурировать, это, друзья, абсолютно несерьезный, абсолютно глупый вопрос. Поэтому мы работаем в основном сегодня с людьми, которые только-только подключились к проекту. Наша задача за 3-5 месяцев привлечь миллион новых людей. А что такое новый миллион новых людей? Это значит мы с Алексеем, Андреем, Виктором, Ольгой Шантина, Арман, мы все должны миллион раз рассказать людям, что такое Skyway, что он дает каждому, он дает, что это будет, давайте, это, друзья, постоянная, кропотливая, ежедневная работа. Вот мы с Алексеем, вы можете относиться к этому, друзья, как угодно, но мы с Алексеем сегодня, вот уже проводим второй вебинар, а всего будет 4 вебинара и плюс еще 2 трансляции в Твиттере. Это каждый день, это сегодня вот то, что мы видим, такое делают практически каждый день в нашей системе. То есть это огромная работа по доведению информации, по обучению людей, потому что без обучения, без осознания того, что мы делаем, невозможно что-либо делать и дальше проводить. Поэтому, друзья, еще раз обращаюсь, еще раз к каждому из вас, кто работает, кто активно участвует в проекте. Наши вебинары в 12 и в 19 часов по средам ориентированы на новичков. Старайтесь, у нас просьба, приглашайте новых людей с тем, чтобы люди узнали, что такое гектар земли, почему его надо брать, почему он будет золотой, почему сегодня те акции, которые идут в подарок, эти обязательства, это сегодня очень серьезный капитал, почему сегодня возможности, которые есть в компании, в фонде, они уникальные и такое бывает раз в сто лет, почему сегодня есть возможность, спасая деньги от инфляции, которая их сегодня сожрет. Вот мы с вами сидим, а деньги наши тают, потому что инфляция перескакивает уже в 20% порог, а потом она перейдет в 30% поток. Что такое? Это, друзья, каждый день ваши сбережения, которые лежат на счету, в кармане, под подушкой, неважно в чем, они сегодня, друзья, тают. И весь вопрос, что как сберечь эти сбережения, куда инвестировать, отдать в банк под проценты, купить сегодня очередную квартиру или, не знаю, еще один телевизор, или у каждого свои возможности. Вот это, друзья, вы должны четко осознавать и понимать. И второй вопрос, что нас ожидает завтра, что с точки зрения прогноза экономики, что с точки зрения прогноза политики, что с точки зрения прогноза наших с вами отношений в государстве и так далее. Это все тоже обязательно понимать и это тоже мы с вами обсуждаем, делаем и мы даем вам выходы. Просто само название программы, которую мы ведем, вот которая за этот год так уже выкрестивалась, это новая экономическая эволюция мира, это народный экономический ковчег, это шестой технологический уклад, который сегодня будет выводить и давать полную модернизацию. Это, друзья, тоже все надо осознавать. И самое главное, какое мы с вами имеем к этому отношению, какое мы с вами в этом принимаем участие. А дальше уже перефразируя, я могу сказать, что, друзья, без нас, без нашей работы этого ничего не будет. И еще более, следующую фразу, которую я утверждаю, говорю, друзья, только благодаря нам и той работы, которую мы с вами делаем, это сегодня происходит. Потому что в противном случае сегодня, если мы будем смотреть на наших экономических светил, в кавычках я называю, которые говорят, или наших политических сегодня деятелей, которые там нам цели и задачи, или наших внешних абонентов, которые сегодня за тысячу лет у друзей так и не возникло ни одного друга, кроме его армии и военно-морского флота. Это, как говорил Александр I, своему сыну Александру II, что, знаешь, что у нас только два друга. Это флот и армия. Так вот, сегодня, кроме этих друзей, у нас, друзья, больше никого нет. То, что все вовне, как старались, тысячу лет, пятьсот лет назад, два раза в прошлом столетии, как пытались отобрать у нас нашу территорию, отобрать у нас нашу культуру, отобрать у нас наше государство. Так, никакие попытки эти не прекращаются. Как пытались ликвидировать страну, так и пытаются ликвидировать. Смотри, пятой колонной там, шестой колонной изменения, это, друзья, политика, которую... Мы, как вы помните, на нашем съезде 25 октября приняли решение создать общественное движение Евразия, которое объединяет всех, которое объединяет все для строительства SkyWay, для продвижения технологии Transnet, для создания нового того, что мы сегодня называем с вами технологического уклада. И это, друзья, все зависит от нас. И давайте двигаться в этом направлении. А возможности инструменты, которые есть, они, друзья, у нас сегодня... Сегодня очень существенные и очень серьезные. То есть и та акция, которая идет сегодня с пакетом, с фиксированным дисконтом, принимайте участие, друзья. И то, что сегодня идет в дополнение к обучающим пакетам, это тоже все, друзья, именно стимулирует и показывает для того, чтобы мы активнее развивали, активнее привлекали новых участников и активнее двигали проект. Потому что, друзья, мы работаем ради того, чтобы строился полигон Марина Горка, чтобы готовилась демонстрация, чтобы приходили уже более крупные и заказчики, и инвесторы. И наша задача с вами будет выполнена, когда проект перейдет на самофинансирование, когда за счет заказов конструкторское бюро может свободно существовать. Поэтому, друзья, мы после этого перейдем с вами в другое направление. Мы будем развивать и делать адресные проекты, а их бесконечное множество. Мы будем развивать новые бизнесы. И я вам могу сказать, друзья, вот то, что делается внутри конструкторского бюро, внутри команды, когда вы будете узнавать уже возможности технологии, как она будет строиться, как будут строиться новые здания, города, наши Skyway 3D принтеры, которые будут строить многоэтажные небоскребы. Все это, друзья, не футуристика, все это не фантастика, это все реальность, которая начнет реализовываться уже в наступающем 2016 году. В 2016 году вы увидите уже начало запуска первых адресных проектов, строительство первых трасс, получение первых дивидендов, пускай маленьких, друзья, пускай копеечных, пускай это, друзья, уже будет в 2016 году. Так что двигаемся, друзья, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету. Поэтому, друзья, давайте работать в новом формате. То есть вторник, четверг у нас обучающие тренинги идут от Андрея с Виктором. Это те, кто работают для активных людей, для, как мы называем, нашего Skyway спецназа. По средам мы с Алексеем ведем теперь уже 4 вебинара в 12 и в 19 для новичков, в 13 и в 20 для тех, кто уже активно стоит в программе и активно работает. И, друзья, давайте себе поставим целью, что вебинар для новичков, там, допустим, через месяц мы перешагнем тысячи человек. Тогда я могу сказать, ребята, мы работаем активно, мы все с вами делаем правильное, нужное дело. А сейчас пока давайте делать, давайте сами получать информацию, давайте осознавать и давайте нести то, что сегодня необходимо людям. Потому что если кто-то из ваших родственников, из ваших друзей, из ваших знакомых по каким-то причинам, потому что вы не донесли информацию, потому что вам было лень, или вы постеснялись кому-то рассказать о том, что Путин дает гектар земли и от него не надо отказываться, потому что Юницкий дает технологию, которая эту землю сделает золотой, и при этом еще дает в подарок акции, которые будут стоить существенных денег. Поэтому, друзья, и все это бесплатно, пока вы принимаете для себя решение инвестировать дальше. Так вот, друзья, от этого отказываться не стоит. Поэтому несите эту информацию, и я думаю, что со временем вам и ваши родственники, и друзья, и знакомые скажут очень большое спасибо, потому что вы их научили, вы им дали нужную информацию, которая принесла для них очень серьезные дивиденды. Поэтому, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, значит. Давайте прямо начнем работать с сегодняшнего дня на 19 часов новичков, на 20 часов. Ну, это, естественно, друзья, не для Дальнего Востока, потому что вам все-таки не очень удобно, и мы не будем заставлять новичков входить в 3-4 часа ночи. В следующую неделю тогда на 19, на следующую среду на 12 часов для Сибири и Дальнего Востока. Рассказывайте. А здесь я четко убежден, и мы как раз в следующей рассылке сделаем, 100% населения Дальнего Востока должно получить эту землю. 100%. Если хоть кто-нибудь один из жителей Дальнего Востока откажется от получения земли, то я попрошу вывести его в прямой эфир, чтобы он рассказал, почему он не хочет брать землю, в которую придет Skyway, который будет самый дорогой на Евразийском континенте, и почему он от этого отказывается. Вот давайте мы такого человека найдем, пустим его в наш вебинар в прямой эфир, и пускай он расскажет, почему он этого не хочет. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч на Skyway. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok